Ассоциации с бизнесом встречаются. У нас барман, что-то другое. У нас, во-первых, можно задействовать как торпез, то есть у нас перед объединительным развитием тоже можно как-то. Возможно, я просто как-то экспериментирую, в каждом торпезе сделаю постоянную какую-то экспозицию. Входите в справочнике вашей встречат, в какой-то разбежательной площадке. Ну и по содержанию, конечно, нужно, чтобы эти стажировки были рабочими и нужны вам. В то же время они поменяли, что Крючев-Модорстас всегда, скажем, и делает сама, присходясь с его, перед своих полномочий, возможности. Поэтому здесь можно просто подумать. И что вы, как сказали, поэтому по итогам, которые в мероприятиях хотели бы под вас предложение. Потому что мы готовы здесь с дизором, здесь сделать заказы. Мы вспомним здесь тоже так качественно. Также у нас есть понимание того, что в следующем году мы будем заниматься перезапуском. нашей программы «Семь развития региональной промышленной инфраструктуры». Существует, что первый этап был завершен, участие поддержки инфраструктуры будет завершена. Мы продолжим эти инструменты, там, совершенствовать, как и ООН, либо самим над нему оставлять дом. То есть этот вопрос вам останется, но мы хотим попросить так же пройтись по самим президентам и перейти к стимулированию заполнения площадок. Возможно, одно из мероприятий — это как раз разработчики на данном управлении. Возможно, мы переходим и по-другому этапу, когда можно снова вернуться и пооблюдать. Подносить, либо после прошлого стажирова. Там же целый закон, который позволяет придать статус, по сути, при этом к иммуниципалитете. Когда он может сам рефориентироваться. Причем, у нас есть, с этой стороны, Затарстан, который тоже заинтересован в этом законном проекте и, в принципе, он изготовлен. Если всех там устраивает, давайте вместе пойдем на это дело пробивать и обосновывать, зачем это нужно. Закон, если вы готовы. Потому что это также дополнительная обязанность на подкладывание на строящих компаниях. То есть, это нужно, например, вести персонал, нам проверять, так скажем. И службу заказчика, так называемый ваш, строительство должна выдавать сети. И мониторить, в принципе, вас уже как субъект, который наделен определенными полномочиями, как вы их выполняете. Соответственно, если вы можете сразу эти просыговаривать, то есть, как вы, если вы зависите. Но давайте, если вы готовы, законопроекция может тоже позаниматься. Что касается Кисима, понравилась идея. Мы тоже заложили деньги на следующий год. На его дальнейшее совершенство и развитие участия как раз подбора площадок. И этот сервис будет сделан. Уже сейчас, кстати, можно на ГИСИПе публиковать планировочную структуру, в том, как и в районном парке, с привязанным активным участком, чтобы можно было выбрать. Просто не каждый, естественно, парк заполняет и делает. И качество работы системы в целом зависит не лишь от достоверности, сведений, уже и публикуют управляющие компании, ну и ассоциация помогает проверить. Ну и сервис этот, давайте, мы тоже готовы запустить его сделать. Подумаем, как синхронизовать с вашим ресурсом, который, в принципе, уже как-то начал работать. В принципе, ну, это, наверное, ключевые вещи. Ну, безусловно, мы работаем сейчас по включению, скажем, которое родилось на основании доклада администрации инфраструктуры, после проверки вообще работы всех ведомств по поддержке парков. И мы работаем в качестве синхронизации сейчас. Нам тяжело всегда договариваться на площадках правительства семинарных, возможно, мы все прекрасно понимали, чтобы это забрать по ману еще одного, там, потеря влияния. Ну, и я понимаю, что, в принципе, задачу нам не решить на уровне правительства. Договориться об этом. Потому что, в первую очередь, только зарядную покупателю. После которого, в принципе, мы нагрестите тетерен и другу улыбаемся, а другу ненавидим. Поэтому, если он тунь сегодня не делает. Да, у нас разные площадки. Ну, нас заставили все равно об этом подумать. Потому что первое вручение данной счеты и палатик Тюйнов, второй Медведеву, кредитико-моложеного, сделала синхронизацию. В принципе, мы видим, что в принципе, администрация президента как-то звонится к тому, что, когда Тенир и Щеркан, был медплантор России. Сейчас мы договоримся о том, как эти процедуры синхронизовать. Потому что первое, в том, в чем говорится, во все правила распределения денег по ОМСП, пойдет требование о наличии наезд или минрон. Ну, с той порции, когда нужно, чтобы это как обязательство возникло, чтобы у них конкурсы не завалились. С другой стороны, чтобы они не рождали денег тому, кто потом вообще не пройдет. Никогда этот конкурс. И, в принципе, объект не тот. И вот эти вещи тоже, я предлагаю вам не ограничиться резолюцией, чтобы вы об этом поговорили. Потому что вы говорите, что мало, нам нужно об этом уже писать. Конкретно непорядочное, как сенсорить давать. Главное, не доживаться, что когда мы это сделаем. Потому что нам в воздухе, если у нас поручение-то спустилось, нам будет в воздухе копать. Мы что-то раскопаем. Главное, что потом вам работать, не усплазнить жизнь. Поэтому мы сейчас получаем скидать к нам. То есть, каким образом нам синхронизацию будет. Там же конкурс, моногрозопроверящий. Да, по запросу, что это было. И как, ну, мы там подписали, что это самая дорогая. По-моему, не хотят пойти за расчете на одного сотрудника. Там получается деньги, какие-то копейки там. Потому что огромное количество штатов, персоналов. А надо ли это делать? Вот. И, в принципе, мы так же работаем. Я не знаю, нужно или нет. Но как бизнес-блок вопрос, мы так же погружаем в работу на следующий год. Это симпронизация законодательства регионами. Потому что, все-таки, некоторые, наверное, модельные законы, восстановления мы тоже навязывать не можем. Потому что это региональный модель. Но как рекомендацию тоже. Ну и здесь от нас. Как вам? Я работаю по своим именам нехорошего. Тут разные регионы, как вы сталкивались с чем. Возможно, это модельные, так скажем, законы от проекта, как этот регион должен быть. Ну, давайте сделаем его тоже как рекомендацию от правильного региона. Тоже хорошо получилось. Вот. Знаете, я накидал вот именно общие такие вот вещи, которые мы занимаемся в следующий год. И я думаю, что многие будут совпадают с вашей готовностью. Потому что, кстати говоря, по подбору площадок действительно им нужно какую-то результатику. Сейчас мы просто выявляем 10 рекомендаций. Это можно делать с другом вопросу, или как тариф в образованию, прям цене, услуг, которые предоставляет индустриальная партия. У меня просто, я не готов сейчас, конечно, эта тема такая довольно обширная и не требуется. И вообще там какая-то революторика. Но, тем не менее, просто смешная ситуация. У меня, как у нас еще Глеб Теремич, идите на работу для того, как стать губернатором. И он попросил меня одной партнерской, так скажем, компании помочь просто с ГИСИБом, как навигаться и подобрать им площадки, предложить какие есть в Московской области и в Санкт-Петербурге варианты. Знаете, я по цене столкнулся с тем, что в квадратии метров аренды отличался только в Московской области в 17 раз. И как тариф там формируется этими компаниями, кому-то там достались по какому-то серой схеме, когда-то там кто-то построил подстанцию, еще что-то. И это все в тарифе очень по-разному везде складывается. И я, честно говоря, мне потом только Глеб Теремич сказал, зачем мы тогда. Даже мы поддерживаем парки, если такая ценающая разная, и что-то подобрать и хранить. Возможно, как-то нужно здесь о чем-то подумать, и начинать с рекомендациями, чтобы как-то более прозрачно и местно это стало. Вот, наверное, это. Спасибо большое. Мне кажется, никто не пожалел, что остался. С учетом плана Министерства обмышленной стартовой Российской Федерации, мы очень активно будем с вами работать. И постараемся свои предложения в ближайшее время внести. Я надеюсь, что вы в традиционной манере нас поддержите. И все эти меры поддержки, которые сегодня работают, они всегда планировались вместе с отраслью. Я надеюсь, что так будет дальше. Сейчас буквально еще одну минуту, коллеги по завтрашней сессии. Извиняюсь. 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 От лица всех инвесторов хочу поблагодарить. У нас есть какие мысли? Любой инвестор мечтает о геоинформационной системе, в которой можно увидеть свободные земельные участки, недвижимость, желание наличия свободных мощностей. А если еще там будут трудовые миграции, которые могут быть в инсау, или, скажем так, еще какие-то моменты в новосредневой кооперации, так как точек у вас будет. И геоинформационная система, действительно, она вполне имеет значительную депутатную стадию, потому что у меня уже много всего. У меня сейчас затянетесь. У нас сейчас будет комментарий. Коллеги, приглашаю всех продолжить разговор. Завтра в 10 часов по местному времени будет сессия, которую я в вашей подготовке буду модерировать. Она называется «Как правильно выбрать территорию для развития бизнеса? Ключевой фактор принятия решения в смешный опыт». Мы будем говорить и о влиянии налоговых ремонт, и тарифов, и годных финансовых ресурсов, и вообще, как инвестор подходит к выбору территории, определенные факторы для него будут важны. Завтра зал Старвинский в 10 часов по местному времени. Спасибо. Коллеги, на завершение я короткий вывод, который для себя сделал, хотел бы сказать. Изначально для сессии задумывалось, как получится использовать имеющие ресурсы. И, конечно, речь в первую очередь шла о недвижимости, в инженерных сетях. Подоплёк была такой. Но статья нашего обсуждения, мне кажется, она совершенно поменялась, раскрылась совершенно с другой стороны, поскольку нашими ресурсами являются и наши резиденты сегодня, и ресурсами, несомненно, являются люди, которые работают на этих предприятиях, у которых есть определенные потребности. И еще одна важная вещь, с учетом выступления Дениса Минадьевича, нашим мощнейшим ресурсом является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Мне кажется, что мы многое уже в этом семейное действие освоили, но нам предстоит еще научиться более эффективно пользоваться этим ресурсом. Поэтому, коллеги, спасибо огромное за ваше внимание. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok